Всем привет, мы продолжаем играть в карьеру FIFA 19 за футбольный клуба Руссия Дортмунд. Наконец-то открылось трансферное окно и вы мне посоветовали достаточно много футболистов в нашу команду. Сейчас я вам покажу небольшой список, я отобрал несколько футболистов, потому что большинство из них не получится у нас подписать, из-за того, что они уже проданы, перешли в другие команды или же просто недоступны. Печаль от меня тот факт, что CDB все-таки выбрал Арсенал, хотел я видеть этого правого защитника именно в нашей команде, но пожелаем ему удачи в лондонском Арсенале. По некоторым игрокам еще не пришел отчет, по их способностям, по их скиллу, так что будем пока ждать и выберем из них самых лучших, самых подходящих в нашу команду. Белерин и Паввард пока недоступны для приобретения, эти футболисты перешли недавно в свои команды, и многие мои подписчики раскололись на два лагеря, те кто за Салаха в нашей команде и те кто против. Пока Салах минимально на один голос в группе у нас лидирует, но это ничего не значит, планировал я сделать так, если огромная часть моих зрителей была бы за Салаха, я бы подписал этого футболиста, по крайней мере попробовал бы это сделать, но так как голоса у нас равны, не вижу смысла брать этого футболиста в нашу команду. Давайте подпишем молодого немца Николаса Старк, 23 года, 78 рейтинг, неплохо он играет в защите, плюс достаточно неплохая у него игра головой, я думаю он усилит нашу команду, тем более нам немцы в обороне очень сильно нужны. Сделаем вот такое трансферное предложение от 10 до 14 миллионов, возможно Герта согласится на данные условия. И Пулешич признан игроком месяца, поздравляем футболиста с данной наградой. А следующий матч у нас против Бремена, данная команда сейчас идет на 17 месте в Бундеслиге, играем мы против откровенного аутсайдера чемпионата. И на этот матч мы выйдем вот таким вот составом. Выходим на поле. Надеюсь пока мы играем этот матч, нам придут несколько трансферных предложений по нашим футболистам, потому что практически всю центральную линию обороны я буду продавать. На трансфер у нас пойдут топорок скорее всего, плюс пойдет Аканджи, так как эти центральные защитники очень много проваливались в центре поля. Единственные игроки, которые допускали больше всех ошибок. Такие игроки нам не нужны в обороне и в команде. Надеюсь в этом матче Филипп у нас расчехлит свои бомбардирские способности и забьет сегодня парочку мячей. Я буду очень рад, если это произойдет именно в этой встрече, потому что с Вердером меня связывает очень многое. Не помню в какой точной части ФИФы я несколько сезонов за эту команду играл и получал просто наслаждение. Очень хорошая команда, очень крепкая, не знаю почему сейчас они находятся на последнем месте, видимо у них какие-то проблемы с составом. Ну и что ж, матч начинается, не будем не терять ни минуты, сегодня выпуск у нас будет очень длинный. Филипп у мяча, снова Даут. Кстати, Даут потрясающий сезон проводит за нашу команду, очень хороший центральный полузащитник, Даут в штрафной уже. Дальше проходит, если пробить отсюда Дауту в ближний угол. Замечательно, Даут. Даут на Филиппа может отдать Филипп, замечательный проход. Что же делать будет Филипп? Ой-ой-ой, слишком долго с мячом ввозится Филипп и туда дальше передачи пробить еще раз. Эх, сейчас Филипп у нас загубил немного атаку, не хватило ему резкости, чтобы уйти от защитников, хотел я подработать мяч под правую ногу, не получилось. И Гетц и пробил, не очень опасно было. Сыграли 22 минуты матча, пока счет 0-0, но Боруссия намного больше владеет мячом, все-таки сказывается то, что мы лидеры чемпионата, а Вердер аутсайдеры соответственно. И все, первый тайм заканчивается, пока опять нулевая ничья. Не получается Боруссии Дортмунд сегодня забить. Посмотрим, что будет во втором тайме. Давайте попробуем сейчас сыграть с двумя форвардами, и вместо Хакими выйдет Санчо. И выходим на второй тайм. Особо никаких предпосылок у Вердера к забитому мячу нету, так что можно в принципе рискнуть сейчас сыграть тремя центральными защитниками. Что-то сегодня Пулешич вообще не заметен в матче, какой удар! Хоть и является лучшим футболистом месяца, но сегодня как-то он очень блекло проводит матч, и какой же опасный удар сейчас был. С лета Фифи очень любят забивать боты. Да, 63 минуты сыграли, пока ноль-ноль. Пока вообще никаких моментов во втором тайме не было у Боруссии. Я не понимаю, что творится с нашей командой в последних матчах. Ройс на фланге, Вицель в центр, Санчо. Еще дальше, и пробить бы сейчас не успевает футболист за мячом. Да что ж такое, 73 минута матча, ноль-ноль. С командой, которая сейчас идет на 17-м месяц, это ли не позор? Филипп. Ройс. Ройс на Санчо, Санчо. И Санчо забить должен голкипер тащит. Йонгштейт. Коста. Коста, какой пас разрезающий, чуть ближний угол не пропускает бюрки. Достаточно опасный сейчас прострел был, бил в ближний угол. Я думал, мяч уже залетает в ворота. Показалось, по крайней мере, в последний момент мне, но нет, бюрки, браво. И шанс на последнюю атаку у Боруссии Дортмунд. Теперь главное найти партнеров по команде, вот сейчас на фланг можно отдавать. Вряд ли убежит уже Филипп. Дальше. Санчо. Санчо один на один, выход. Почему сейчас он не бил? Плыл оффсайд. Я думал, почему наш форвард сейчас не бьет поворотом? А он, видимо, понимал то, что находится в оффсайде. Видимо, так и закончится матч за счетом 0-0. Хотя, может быть, эта атака что-нибудь нам принесет. Какие-нибудь плоды Санчо. Санчо в центр на Ройса. Замечательно. Дальше пас можно отдать Ройсу. Еще дальше, еще дальше. И пробить отсюда. И 1-0. Боруссия просто на последних добавленных минутах забивает. Пулешич делает счет 1-0 в пользу Боруссии. Дортмунд. Как же здорово сейчас разыграли. Там еще Пулешич выбирал рабочую ногу. И все-таки решился пробить. Там перекатик. Какая техника у футболиста. Зачем нам Салах, если есть Пулешич? Который уже несколько раз у нас получал награду лучшего футболиста месяца. И первый гол, кстати, в Бундеслиге. Вот так вот. Этот футболист, видимо, у нас больше по голевым передачам, спец. Эта победа сейчас очень нам нужна была. И Пулешич ее добыл. Здорово. И как ни странно, лучшим футболистом в этом матче стал Даут. Оценка 9-6. На втором месте у нас стал лично для меня герой. Это Пулешич. Оценка 8-8. Как обычно, Диалу проваливает. У нас матч. Оценка 6-7. Редко у него доходит до 7. А вот сама статистика за матч. 4 удара у Баруси и 3 удара у Вердера. Владение мячом за нами. Точность передачи у нас 91%. То есть передачи мы сегодня отдавали практически все точные. И поступило нам трансферное предложение от Валенсии. За 30 миллионов они хотят у нас купить Вайгля. 82 рейтинг. 23 года футболисту. Этого игрока мы продавать не будем. Так как на позиции опорника у нас особо футболистов-то и нету. Переговоры по Николасу Старку у нас сорвались. Герта не хочет продолжать переговоры. Препосчитали они слишком низкую стоимость за футболиста, которую мы предложили. Попытаемся в следующий раз. И пришли окончательные отчеты по футболистам. Первым, кого я хочу подписать в нашу команду, это будет Ника Шульц. 25 лет футболисту. 79 рейтинг. Играет он на леммфланге обороне. Как я говорил, немцев будем брать в команду в первую очередь. Так как их не так много в команде. И будем строить костяк именно на немцах. Вот такой запрос сделаем от 10 до 14 миллионов. Я думаю, Хофенхайм согласится на данную сумму. Большинство футболистов мы с вами не сможем подписать. Постоянно кто-то куда-то переходит. Большинство из них недоступно. Ювентус ликует. К клубу присоединился Серхио Рамос. Воссоединение давних друзей. Роналдо и Рамоса. За 57 миллионов, кстати, он перешел. Сумма, кстати, более или менее адекватная. Так как футболисту уже 32 года. И следующий матч у нас будет против одного из лидера чемпионата Германии. Нашего преследователя РБ Лейпцига. Сейчас они идут на третьем месте. Отрыв у Баруси от этой команды составляет 5 очков. На этот матч выйдет у нас Геррера в стартовом составе вместо Дауда. И выйдет Вайгель вместо Вицеля. И вот таким составом мы выйдем сегодня на матч. Выходим на поле. И потрясающий перформанс мы сейчас видим от болельщиков РБ Лейпциг. На чемпионатах Германии достаточно всегда много зрителей. Очень много людей приходит посмотреть на матчи Бундеслиги. И это очень круто. Наверное, один из самых зрелищных чемпионатов в мире. И в этом матче решается судьба первого места в Бундеслиге. И если мы сегодня побеждаем, то у нас все шансы выйти на первую строчку. Если, конечно, Бавария допустит ошибку в своем матче. Итак, матч начинается. Лейпциг у мяча. Я думаю, сегодня очень много работы будет нашим центральным защитником. Так как у Лейпцига вышел Калуи Польсон. Эти игроки очень много бед могут принести нашей обороне. Подача сразу же идет. Хороший пас. Дальше. Замечательно. Можно на фланг сейчас отдавать. Там Пулешич должен успевать подачу сделать. Ой, какой пас. Куда же он был? Бюрки тащит. Не заметил я сейчас нападающего Лейпцига в нашей штрафной. Филипп. А Филипп отсюда пробит. И голкипер тащит. Гереро. Замечательно. Дальше. На Пулешича. Пулешич. Пулешич должен решать. И забивает. 0-1 в пользу Баруси и Дортман. Тише, тише. Матч еще не закончен. Показывает нам Пулешич. Еще играть и играть. Всего лишь 28 минут сыграли. В гостях забивать это всегда очень приятно. Все-таки давит атмосфера родных трибуна РБ Лейпцига. И второй мяч Пулешича в Бундеслиге. Очень быструю игру сегодня показывают обе команды. Практически ни секунды свободного времени у одного футболиста нет. Постоянно какое-то перемещение у нас на поле. И это очень круто, что на таких скоростях умеют играть обе эти команды. Если бы еще точные передачи наша команда давала, было бы все прям великолепно. И первый тайм закончился со счетом 1-0. Пока в пользу Баруси и Дортмунд. И вместо Гетца выйдет на второй тайм у нас Оскар. И выходим на пуля. Хакими. На Пулешича. Здорово. Дальше можно отдавать. Замечательно. Еще можно вразрез. Оскар. 1 на 1 выход. Оскар пробить сейчас мимо голкипера Перекладина. Потрясающий момент был сейчас у Оскара, чтобы забить второй мяч. Ройс уже на правом фланге. Туда можно отдавать. Замечательно. Герреро. Герреро. Как прошел. Герреро отсюда пробить. Ройс. Ройс. С мяча. Удар. И выше. Ройс. Подача. Потрясающая, кстати, подача. И пробить может Пулешич. Штрафной уже Пулешич. Замечательно проходит. Можно пас отдавать кому-нибудь под удар. И Филипп пробить сейчас. И 2-0. Потрясающе сейчас Филипп разобрался. Там штрафной. Здесь Пулешич здорово обошел защитников. Герреро потрясающую передачу отдал на Филиппа. И тот забил. Не так часто у нас Филипп забивает. Это его, по-моему, пятый мяч в составе Боруссии. Дорманд. И он очень нужный в этом матче. Потому что игра, напоминаю, с лидером чемпионата Германии. И третий мяч в Бундеслиге Максимилиана Филиппа. Поздравляем его с этим. Пулешич, Даут. Замечательно. Прям как веером играем сейчас. И на Оскара можно дать Оскар пробить по воротам. И тащит. Тащит. Потрясающе сейчас удар голкипер. Здесь, конечно, потрясающая передача от Вайгле. Оставалось Оскару всего лишь мимо голкипера в дальний угол пробить. И постепенно заканчивается матч. Вообще никаких моментов у наших соперников во втором тайме. В первом тайме более или менее что-то наклевывалось у них. Хотя бы удар поворотом был. А сейчас же просто полный голяк. А вот под конец они более или менее как-то заиграли опасный момент. И забивают нам. 1-2 становится счет в матче. Но играть осталось минуты две. Думаю, вряд ли наш соперник отквитает. Еще один пропущенный мяч. Ну, конечно, да, опять снова проваливается наша оборона. Это второй удар всего лишь поворотом. В этом матче РБ Лейпцига и сразу же гол. И матч заканчивается. Победа Боруси и Дортму в гостях против РБ Лейпцига. Так, со счетом 1-2. Потрясающий матч показали сегодня наши футболисты. Если бы еще не пропущенный мяч в конце, было бы просто великолепно. Статистика в этом матче вот такая. 9 ударов у Боруси и 2 удара у РБ Лейпциг. Владение мячом плюс-минус равное. Точность передач, соответственно, тоже. И лучшим футболистом в этом матче стал Геррера. Оценка 8,9. Герцет тоже не отстает. Та же самая оценка. Плюс, кстати, двое наших футболистов тоже получили одинаковые оценки. Это Филипп и Полишич. Оценка у них 8,8. И мы согласовали условия с клубом Хофенхайм. Напоминаю, покупать будем Шульца на левый фланг обороны. И посмотрим теперь, что ответит игрок уже насчет этого трансфера. Давайте попробуем продолжить переговоры по Николасу Старку. Все-таки очень хочется видеть этого футболиста у нас в команде. Давайте от 11 миллионов до... Давайте до 16 попробуем. Пока наших футболистов никто не хочет покупать, хотя я некоторых выставил на трансфер. Очень интересно. Может быть, под конец трансферного окна не появится. И следующий матч у нас будет против Ганновера 96. За 18 игр эта команда идет сейчас на 12 месте, имеет 21 очко. И, кстати, если мы сегодня побеждаем против этой команды, то мы выходим на первое место. Так как Бавария все-таки ошиблась в своем последнем матче. И у нас есть все шансы сегодня выйти на первую строчку. Даже если мы сыграем ничью. Да, давайте выпустим Алькес Реа против этой команды. Может быть, он в этом матче что-нибудь у нас покажет. И давайте выпустим Риода на позиции опорного полузащитника вместо Вицеля. И вот таким составом мы выйдем сегодня на матч. И пасмурная погода нас ожидает сегодня на поле. Выходим на матч. Ну и что ж, матч начинается. Барусья у мяча. Все-таки не хватает Хакими опыта, наверное, или уровня игры, чтобы закрывать всю свою правую бровку. В случае атаки соперников часто он проваливается на ней. Хакими, Пулешич, в центр, Алькасер. Алькасер дальше может отдать замечательный пас и пробить сейчас отсюда мимо. Дальше. Ройс. Марка Ройс. Замечательно. Теперь на Пулешича можно на дальнюю штангу сделать подачу. Пробить Пулешичу. 1-0. Замечательный пас был на дальнюю штангу сейчас от Ройса. Как он вовремя увидел забегающего в штрафную нашего игрока. И он в этом выпуске становится у нас просто героем. Если бы не Пулешич, вряд ли мы сегодня бы столько очков заработали. Потому что этот игрок сегодня по-настоящему герой. Выпуск имени Пулешича. Реды на Ройса. Ройс. Потрясающий пас. Ройс 1 на 1. Выход пробить в дальний угол. Галкипер тащит. Здорово. Алькасер на Пулешича. Постоянно через него все атаки у нас. Пулешич. Дальше. Здорово проходит. Пробить отсюда сам может. И первый тайм закончен. Пока 1-0 в нашу пользу. Давайте попробуем Ройса на позиции форварда. И вместо Алькасера у нас выйдет Санчо на левый фланг. И выходим на второй тайм. Санчо здорово. И на фланг снова перевести Гетце. А Гетце в центр. Здесь Санчо. Санчо дальше на фланг. Потрясающе. Даут пробить мимо. И 2-0. Даут. Наша команда в этом выпуске просто поймала второе дыхание. Я не могу это никак объяснить. Не знаю что с игрой случилось. Но мы потрясающе играем сегодня. Первый гол в бундеслиге. Дауда. Ой здорово. А Гетце. А Гетце сам может решить какое ударище. Гетце. Что сегодня с нашей командой? Один гол другого краша. Осталось голкиперу сегодня забить у нас. Просто потрясающий выпуск. Потрясающие мячи. Еще голкипер вышел чуть-чуть из ворота. Гетце. Прям обводящим таким ударом пробил. Ройс. Гетце. А Гетце еще может пробить выше. Чувствуется то, что нервничает наш соперник. Очень много допускает ошибок и в передачах. И в обработке мяча. Асану с мячом. Весли. Бебу. Дальше паса дает. Бебу. Удар поворотом Бюрки на месте. Я думал Бюрки у нас заснул на воротах. А нет, он еще не спит. Ой, далеко мяч отпускает. Бебу. Удар поворотом Бюрки. Вот так бы, если бы они играли в самом начале и до конца. Возможно, счет был бы сейчас совершенно другой в игре. И матч заканчивается. Крупная победа Баруси и Дортмунд у себя дома со счетом 3-0 над Ганновером. Один из лучших своих матчей показала сегодня наша команда. И лучшим футболистом в этом матче стал Марио Гетце. Оценка 9-0. Статистика в матче вот такая. 9 ударов у Баруси, 3 удара у Ганновера. Владение мячом равное. Точность пасов за Ганновером. И пришло нам трансферное предложение от Милана. За 25 миллионов хотят у нас купить Филиппа. Этого нападающего я, естественно, продавать не буду, так как он номер один у нас в клубе на позиции форварда. Совсем немного осталось до конца трансферного окна. Нам надо спешить с покупкой футболистов, пока оно не закрылось. И мы достигли соглашения с игроком Шульц. И он приходит в наш клуб. Поздравляю всех болельщиков. Хороший крайний защитник в команде у нас есть. Пока самые главные сделки это Пьянич. Перешел из Ювентуса за 59 миллионов в Реал Мадрид. Ракитич перешел за 59 миллионов из Барселоны в Ливерпуль. Серхио Рамес из Реала в Ювентус. Плюс, кстати, Драктлер перешел в Манчестер Сити. И еще один защитник в это трансферное окно приходит в нашу команду. И, кстати, у меня получилось договориться на обмен Аканджи на Рюдигера. Плюс доплатим мы с вами 7 миллионов. Я считаю то, что это будет успешный трансфер. Так как Аканджи у нас не особо закрепился в команде. Не очень хорошо он показал себя в первой половине сезона. И Антонио Рюдигер согласовал с нами условия контракта. И прибыл в нашу команду. Это очень крутой трансфер. Я всех вас поздравляю с этим. Плюс еще один крутой центральный защитник. Самое главное это немец. И снова по Вайгле у нас предложение по трансферу. Снова же его и отклоняем. И теперь вот так вот круто смотрится наша линия обороны в команде. Печалит меня один факт, что на правый фланг защиты так мы не смогли никого купить. Денег у нас не хватило. Но главное центральную линию мы усилили. Самую проблемную точку в команде. И данный выпуск подходит к концу. Спасибо всем, кто досмотрел данный выпуск до конца. Не так много трансферов у нас получилось в этот трансферное окно произвести. Все из-за того, что не так много предложений было по нашим футболистам. Никто не собирался покупать наших игроков, кроме ключевых. В общем спасибо всем. Не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте оставлять лайки. Увидимся в следующих сериях. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok